Добрый день, добрый вечер и доброй ночи, уважаемые инвесторы и партнёры SkyWay Community. Приветствуем вас на первой в 2021 году международной встрече партнёров и членов правления SkyWay Community. Мы получили большое количество вопросов от вас и в ходе сегодняшней встречи вы получите ответы на самые актуальные из них и узнаете о стратегии развития компании в 2021 году. Регламент нашей встречи такой, что первым выступит Франтишек Солар, за ним будет Алексей Суходоев. Мы сделаем перерыв на 7-8 минут. В этом перерыве мы покажем видео из Центра сертификации тестирования Шарджи. Далее слово возьмёт Владимир Маслов и закончит нашу сегодняшнюю встречу Ирина Волкова. so the agenda of our meeting is as follows. First, we will give the floor to František Solar, then Alexey Suchodoiev. Then we will have a break for 7-8 minutes when we will show the video from our centre in Sharjah. Вы можете писать свои вопросы в чате. Уверена, на многие из них вы получите ответ в ходе сегодняшней встречи. Если вопрос личный касается каких-то проблем с кабинетом, верификацией или платежами, указывайте в вопросе ваш электронный адрес для связи. Все поступающие в чат вопросы будут отслеживаться нашими администраторами, собираться и отправляться в нужные отделы. Итак, я передаю слово нашему первому выступающему, Франтишеку Солору. Спасибо, Ириша. Спасибо, Ирина. Добрый день, друзья, коллеги. Я очень рад, что могу быть здесь с вами сегодня. Во-первых, я хотел бы пожелать каждому из вас всего самого наилучшего в 2021 году. Чтобы 2021 год стал годом успеха как для всей нашей компании, так и для вас лично. Я хотел бы поблагодарить вас за весь ваш труд, который вы осуществили до этого момента и за всю поддержку проекта Skyway. Я приготовил для вас совершенно небольшую презентацию, а затем мы перейдем к вашим вопросам, на которые я надеюсь сумею ответить. 2021 год будет важным годом для струнных технологий Юницкого, потому что в этот год будет проходить основная работа над первыми адресными проектами. Согласно тому, что мы слышали от господина Юницкого, будет выбран среди многих проектов, над которыми идет работа, будет выбран наиболее прибыльный. И над ним будет начата работа, будет начато строительство конкретного адресного проекта. Я твердо убежден, что в течение этого года внедрение определенного адресного проекта в каких-то странах должно начаться. К сожалению, некоторые планы компании мы были вынуждены отложить, по причине, всем вам известной, это пандемия COVID-19. Но, несмотря на все, то, что мы точно можем сказать, это, что строительные работы в нашем центре в Шарже в Арабских Эмиратах продолжаются. Строительство первой стадии транспортной системы было завершено и технология сейчас сертифицируется. И да, вы не ошиблись, я именно сказал транспортная система. Потому что здесь нам важно говорить, что была завершена первая стадия строительства транспортной системы, которая включает в себя 400 метров трассы. There is 400, not only was construct 400 метров трасс, but also there is a construction of two stations where one serves as a station platform. And the other one is building with the complex of the control and safety systems needed to operate the technology. As we know, the construction of the first wooden eco-house was completed as well. И, как нам известно, также было завершено строительство первого деревянного эко-дома. Again, we need to know that this is also a part of the project, so that we can show what the buildings in our line cities, linear cities, will be built along the unit string technologies transport lines, could look like. It is very, very good to know because really now we have some... dealing or some discussion with our serious partners in several countries where this linear city will start to build. Of course, construction continues. Now the rails currently being installed on the 2,000 meters long track. This road will be used to transport sea containers and at the same time as passenger transport. According to CEO of Mr. Zaretsky, CEO of Skyway GreenTech, passengers will be able to transport it in a unicar as early as March. And the 2-kilometer-long road is to be opened and operated in May. In addition, construction, of course, began on 130-kilometer long line, and the 2-kilometer long road is to be opened and operated in May. And the 2-kilometer-long road will be opened in May. Помимо этого, начато строительство 130-ти километровой трассы от Шаржи к порту. И, как вы понимаете, очень много различных видов деятельности сейчас проводится в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, многие работы также производятся в Экотехнопарке в Марьиной Горке. И последняя информация – это то, что в краткосрочный период должно быть запущено предложение по всему миру продавать токены. СТО. И, конечно, этот запуск очень сильно повлияет на длительность 14-го и 15-го этапа. И, конечно, мы вас как только так сразу проинформируем по поводу того, как можно в этом поучаствовать. Итак, это было мое короткое вступление, а теперь я перехожу к вашим вопросам. Спасибо большое за все присланные нам вопросы. И, естественно, мы постараемся ответить на них, особенно на те вопросы, где упомянуты определенные проблемы. И мы постараемся не только ответить, но и решать эти проблемы. Особенно хотел бы ответить на вопросы словацких партнеров, хотя с ними обсуждение этих вопросов проводилось уже несколько раз. И, кстати, хотел бы напомнить, что сегодня в 9 часов по центрально-европейскому времени у нас пройдет технический вебинар, где мы также сможем разъяснить все эти технические вопросы. Первый вопрос. Почему было перенесено объявленное рождественское мероприятие Sky World Community с 1 на 15 декабря? Я могу сказать, что я не имею информацию о том, что что-то изменилось. Мотивационное мероприятие, я имею в виду, что с пакетом, были декабря до 10 декабря до 10 декабря. Я не знаю, как именно вы это имеете в виду, но пакеты были продлены до 10 декабря, потом был 5-дневный перерыв, и потом следующая компания, она началась 15 декабря и продлится до 31 января. И было очень много раз разуслано объявления во все личные кабинеты всех наших клиентов. И если вы посмотрите, то именно то, что было в личных кабинетах объявлено, именно то и произошло. Также мы получили огромное количество вопросов по поводу платежных систем. И вот об этом и был второй вопрос, почему же не были приняты меры по решению проблемы с платежной системой немедленно после 15 декабря? И там также сказано, что продление дисконтов до 31 января 2021 года не сильно поможет, если по-прежнему продолжатся проблемы с переводом средств в личный кабинет. Я не совсем понял, почему вы считаете, что был отменен дискаунт или как вы это видите? Здесь нужно посмотреть на всю эту картину глобально, не подключая свои эмоции. Ситуация с платежными картами визы и мастер-картами не повлияла. На те страны, из которых приходит более 70% оплат, потому что они используют другие системы. Это Вьетнам и Нигерия. И SkyWorld community обеспечила, чтобы ни один заказ не был отменен вследствие проблем с платежной системой и вследствие этого запоздалой оплаты. Personally, I don't know a single client from Slovakia who turned to me with help when paying that I would reject him. Payment was made for each client. Лично я, например, из Словакии не знаю ни одного клиента, который обратился бы мне с такой жалобой, что у него не получилось заплатить. У всех оплаты проходили. Вторая вопрос. Или следующая? Несмотря на эту ситуацию, почему компания уехала в трехнедельный отпуск, когда было ясно, что это помешает притоку средств из Европы на три месяца? I don't know half my colleagues, but I have told several times during our webinars that due to the pandemic, the SkyWorld community office in Moscow is closed and the employees have a home office. They work from home. If you have noticed the publication of messages, the news in personal cabinets to place, continuously during European Christmas until the 31st of December. And then they were renewed on the 12th of January. I don't know who, where you have this information that the employees had three weeks of vacation. The employees of the office had a regular holiday during the Russia Christmas, Russia-Rosjeanstvo, Orthodox Christmas for a few days in January only. The next question is, it was not possible to adopt immediately on 28th of December measures to allow payments from the European Union? No, I would like to clear these questions and I would like to say that the first temporary condition for installment payments was sent to our offices in 30 December. The temporary conditions for these questions for what happened with the payment systems. And you could see in your cabinets the text, dear investors and partners, if the near future you experience difficulties when topping up your account in your personal office with Visa and MasterCard, and you are unable to make your installment payment, your installment will not be canceled. And continue, possible problems could be caused by the incurrent functioning of payment system. We are already looking for a solution to this problem and will try to resume stable acceptance of installment payments with bank cards in the near future. We will inform you as soon as we have found a solution. And this text will continue. 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 И также топ-эксперты в Скайпе смогли получить напрямую ответ от господина Гаврюшкина 13 января. Уважаемые инвесторы, к сожалению, все еще в силе. Если что-то поменяется, будет тут же сообщена новая информация. Спасибо большое за ваши усилия и за ваш труд в поддержке проекта. К сожалению, работа платежных систем не зависит от господина Юницкого. На данный момент проблема на стороне платежных систем, и они активно стараются ее решить. Я хочу сказать, что проблема не на стороне нашей компании, а на стороне платежных компаний, с которыми у нас были заключены договора. Что касается нас, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить возможность пополнять свой счет. Для того, чтобы упростить вашу работу и помочь инвесторам вовремя пополнять финансы, мы в ближайшие дни выставим детальные инструкции, как можно это сделать. Вернее, мы сразу в течение нескольких дней выставили уже эти инструкции. И вы у себя в личном кабинете можете уже видеть подробный текст о том, каким образом можно пополнить свой счет при помощи банковских карточек через систему Капиталист. И также, как можно сделать это через криптовалюту. Конечно же, мы, как члены правления, хотели узнать, что происходит со стороны офисных работников и услышать от ответственных людей, что делается для решения проблемы. Мы все знаем, что сейчас проблемы с платежными карточками по всему миру. SkyWorld Community ищет варианты платежных систем как самостоятельно, так и при помощи четырех консалтинговых компаний, участвующих в проекте. Две из этих консалтинговых компаний занимаются консультированием нас постоянно. На данный момент мы находимся в процессе подписания соглашения с агрегатором платежных систем. Который также будет искать взаимосвязанную систему платежей. Уже в течение длительного времени мы пытались объединить вместе более сотни платежных систем. Из которых мы пытались присоединить около тридцати всего в последние два месяца. Но, как я уже прежде упоминал, это не оказалось возможным, поскольку проблема была не на стороне нашей компании. И поэтому мне немножко жаль, когда я слышу, что люди говорят, что члены правления SkyWorld Community ничего не делали по этому поводу. Следующий вопрос. Почему нет связи по электронной почте между компетентным менеджером SkyWorld Community и топ-экспертами SkyWorld Community, которые управляют сетями партнеров, чтобы решать все неотложные ситуации на местах? У каждой страны или регионы есть свой собственный куратор. И вам нужно к соответствующему куратору обращаться. Для решения проблем. Также мы имеем миссис Катт, которая помогает решить технические проблемы, особенно из Европы. Также, госпожа Катт помогает нам решать технические проблемы, в основном на территории Европы. У нас также есть встречи топ-экспертов каждый месяц, и проблемы возможно решать также в течение этих встреч. Дальше там идет вопрос по поводу технической поддержки для Словакии. У нас в технической поддержке есть человек, говорящий на Словацком. Он находится именно в этом офисе поддержки, господин Луцевич. И он помогает с решением технических проблем, и, на мой взгляд, довольно успешно. С ним коммуникация идет очень хорошо, и господин Луцевич меня лично информирует по поводу разрешения проблем. Я бы сказал, что идет постоянная коммуникация с ним. Он имеет достаточно компетенции, чтобы решать эти проблемы во взаимодействии с финансовым отделом. Следующий вопрос был по поводу информирования топ-экспертов о предполагаемых конкурсах, о различных изменениях в работе со структурами и так далее. Да, это очень-очень важный вопрос. The Skyward Community Management in cooperation with the individual departments on the Skyward Community Office is preparing a material where the planned news and changes will be described half a year in advance, and we will inform the top experts about these news and changes in time. Управление Skyward Community во взаимодействии со всеми нашими отделами разрабатывает материал, в котором запланированные все новости и изменения будут сообщаться за полгода топ-экспертам. И лично, когда мне известна какая-то информация, я всегда вас информирую во время встреч топ-экспертов. Следующий был вопрос об обучениях. Там много было написано вещей, но одна из вещей, которая в этом вопросе была написана, это что мы не нуждаемся в постоянном обучении. Возможно, с вашей субъективной точки зрения вы не нуждаетесь в обучении. Ну, хорошо. Во всех обучениях нашей компании участие добровольное. Те, кто не хотят участвовать, их никто не заставляет. Если вы хотите сказать, что все наши партнеры, все наши клиенты сразу сами по себе знают, как заниматься дупликацией, как строить структуры, как заниматься продажей, то я в этом очень сомневаюсь. Следующий вопрос из Чехии. Что в январе 2020 года был объявлен обратный выкуп долей для инвесторов Eurasian Rail Skyway Systems Holding Limited. И будет ли в 2021 году возможность обратного выкупа долей? Конечно, этот вопрос необходимо решать господину Юницкому. У управления Skyworld Community нет компетенции решать этот вопрос. Но если такое решение будет принято господином Юницким, то мы вас проинформируем. Следующий вопрос. Будет ли проводиться обучение по токенам и их роли в проекте струнного транспорта? Я скажу так. Как только будут известны все технические детали этого и роль нашей компании в этом, мы сразу же организуем обучение. Следующий вопрос – это сколько стоит одна доля на данный момент и какова произведенная работа на данном этапе? Это вопрос из Казахстана. Value of 1 shares depends on the amount of the discount from the nominal value of 1 share. We know that the nominal volume of each share is one dollar. И когда мы говорим, что дисконт у нас один к ста, в нашей сегодняшней ситуации, тогда стоимость доли на данный момент – одна сотая доллара. Следующий вопрос, двенадцатый в моем списке. Это у нас особые вопросы, которые здесь из Камеру. Это у нас особый вопрос из Камеруна. Первый вопрос – это когда Скайуэй перейдет на этап эксплуатации. Далее, по какой ставке будут приносить доход приобретенные доли? И когда завершится покупка доли? Я бы сказал, это особенные вопросы напрямую господину Юницкому. Однако могу сказать то, что было официально опубликовано и о чем я уже говорил в начале своего выступления. Три адресных проекта начнут свое строительство и уже происходит определенное строительство в этом году. То есть можно назвать это уже этапом эксплуатации. И согласно инвестиционному плану, 20% прибыли компании каждый год будет выплачиваться в дивидендах инвесторам. Завершение же этапов зависит от выполнения условий каждого этапа. И, конечно, это зависит от того, сколько денег мы привнесем в компанию. Согласно бизнес-плану, для 14-го и 15-го этапа 25 миллионов долларов должны быть привлечены 25 миллионов долларов. Но нам хорошо известно, что струнным технологиям Юницкого нужно также завершить высокоскоростную трассу. Я не знаю точной цены, но это может составлять от 150 до 200 миллионов долларов, чтобы построить эту высокоскоростную трассу. Следующий вопрос у нас из Польши. Вопрос такой, сколько средств необходимо для завершения 14-го и 15-го этапов? И правда ли, что проект открывается для инвестиций в Нигерии, Южной Африки и Вьетнаме? Я уже ответил на первую часть этого вопроса, что для каждого из этих этапов требуется 25 миллионов долларов. И как вам понятно, сейчас проводится очень много переговоров по поводу проектов? Ну, переговоры переговорами, но, как вы понимаете, вследствие ситуации с COVID-19, переезды, путешествия очень затруднились, и поэтому не так легко нам вообще встречаться с нашими партнерами, чтобы о чем-либо договариваться и проводить переговоры. Но, конечно, это правда, что множество встреч, множество бесед, разговоров проводятся в последнее время через различные платформы вроде Skype и Zoom. Из Польши также есть такой вопрос. Здравствуйте! Сколько времени потребуется на строительство одного километра трассы, например, в городе? Нет, вы знаете, это зависит от кондиционера и реальность для строительства, для условий и для подготовки, как этот проект был готов. Здесь очень многое зависит от многих разных условий, от готовности к строительству, от подготовленности проекта, то есть очень много составляющих. Если подготовительная фаза сделана на высоком уровне, и присутствуют все необходимые для строительства ресурсы, то строить можно довольно быстро, даже по несколько километров в день. И здесь у нас в Польше очень активные инвесторы. Следующий вопрос у нас тоже из Польши. Насколько существенны проблемы с пополнением счета и, соответственно, с покупкой счета? Акций повлияет на развитие этапа 14.1 и чем обусловлены проблемы с платежами в SkyWorld Community? Я думаю, что уже ответил на этот вопрос, что общее воздействие минимально. И я знаю, что мои коллеги также прокомментируют платежные системы, так что вы получите достаточно информации. И еще из Польши. Какова цена выхода на биржу? И сможет ли SkyWay себе это позволить? Ну, когда SkyWorld Community будет выходить на биржу, тогда я смог бы ответить на этот вопрос. А это вопрос господину Юницкому напрямую. Я не знаю вообще, возможно ли открытый доступ к такого рода информации. Я думаю, что когда главная компания будет готова выйти на биржу, тогда она сможет сообщить, сколько ей это обойдется. Следующий вопрос. Какие именно аудиторы проводили аудит SkyWay? Я не знаю, что именно подразумевалось под этим вопросом, но компания, проводившая аудит в Минске, это Тюв Тюринген. Я не знаю, какой именно аудитор проводил аудит компании в Шарже, но мы выясним эту информацию, и когда она у нас будет, мы вам ее сообщим. И последний ответ от меня на ваши вопросы. Вопрос. Выделена ли земля для скоростной трассы 20 километров в Беларуси? Последняя информация, которая нам доступна, это что ведутся переговоры с компетентными органами власти. И выделение этой земли в Марьиной Горке. И что есть интересное, что власти заинтересованы согласиться на это выделение земли. Но пока у нас нет информации, был ли уже подписан какой-то договор. Это был последний ответ от меня. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам хорошего здоровья, счастья, успеха и всего наилучшего. И хотел бы передать теперь слово моему коллеге, господину Алексею Суходоеву, тоже члену управления Sky World Community. Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Ирина Суходоев. Ирина Суходоев. Алексей, передаю вам слово. Алексей, the floor is yours. Благодарю Ирина, благодарю Франтишек за такое действительно энергичное, бурное начало выступления уже в этом году. Я хотел бы сказать, что этот год и конец следующего года закончился как нельзя лучше и этот год совершенно потрясающе начался. Фактически все задачи и все вопросы были решены как со стороны UniSky Stream Technologies, так и с нашей стороны SWC. Но возникли и форс-мажоры. И я хотел бы остановиться очень серьезно на вопросе с платежными системами, с проблемами в этой сфере и показать откуда же эти проблемы появились. Но есть также форс-мажоры. На самом деле, несмотря на то, что мы предлагаем достаточно мощную технологию для инвестирования в нее и создаем новую отрасль посредством финансирования этой отрасли. Но многие из наших партнеров доносят информацию наперекор имиджевому регламенту. Мы ни в коем случае не предлагаем продажу акций. И связаны именно с торговыми операциями. Есть конкретная четкая юридическая схема, с которой можно ознакомиться при чтении инвестиционного меморандума. Это заключение договора конвертируемого займа. Так, мы не предлагаем продажу акций для инвестиционного меморандума. Но многие партнеры почему-то говорят, что мы продаем, реализуем акции. И это, конечно же, в корне неверно. И это напрямую вредит репутации нашей компании. But many partners still continue to say that we sell shares, which is deeply incorrect and damages the reputation of the company. Многие предлагают и просят подключить такие платежные системы, как PayPal, как Skrill, либо Яндекс.Деньги, например. Или еще какие-то платежки международного формата в Латинской Америке. Но сейчас для финансовых регуляторов и платежных систем мы попадаем в категорию высокорисковых проектов. Many suggest that we use such popular and known systems as PayPal or Skrill or Яндекс.Мoney or some other known international systems that are known, for example, in Latin America. But you have to understand that at this point financial regulators consider us in the category of high-risk venture. Это большая часть Евгения Кудряшова, который сейчас не имеет возможности даже выступать на подобных очень важных мероприятиях. Потому что день и ночь команды финансового отдела решают эту задачу. Но даже те решения, которые появляются, они отваливаются, так как, опять же, некоторые партнеры не соблюдают элементарный имиджевый регламент. This is mostly the topic of Евгений Кудряшов, who at the moment doesn't even have the possibility to talk to us here because the financial department is working day and night to provide solutions. But then these solutions that they find basically crumble because many partners simply do not comply with image rules in the way they present information. И вообще, СВЦ многие процессы выстраивают таким образом, что потенциальные проблемы, они прогнозируются, и решение для них создается заранее. Например, для проблем с платежными системами было создано решение РСЖИ фонда. И также, the way SkyWorld community works is that we build our systems with the view of potential problems. We forecast them, and we already prepare solutions for them ahead of time. This is what, for example, happened, that for the payment systems, we have created a solution ahead of time, which is RCG fund. То есть это замечательное решение для решения проблем банковских переводов, и оно было создано полтора года назад. И через этот инструмент мы можем принимать платежи от всех стран, у которых деятельность инвестиционная, но, естественно, кроме санкционных стран. То есть это работа с гражданами фактически всех стран, за исключением санкционных. This is a wonderful solution in the area of bank transfers, which has been created one and a half year ago. And it is our tool that will facilitate the reception of funds from different countries through investment. Basically, we can work with the citizens of all countries, except, of course, sanctioned countries. И когда партнеры откровенно говорят некорректную информацию, дезинформируют финансовые органы, что компания продает акции, и потом финансовые органы могут подхватить, опубликовать эту информацию, то, естественно, это ударяет по репутации. And, of course, when partners state incorrect information, basically disinform financial authorities by saying that we sell shares, then in their turn financial authorities can publish this disinformation, which, of course, damages the reputation. И вот первые прецеденты, как-то нас, так скажем, проносило всех, они начались в конце прошлого года, но обязательно будут решены. Ну и чтобы было понятно, на самом деле это не только далеко в нашей компании. Это происходит с многими платежными агрегаторами, потому что сейчас в международной активности, ну и что касается ЦИС региона, очень все более ужесточается. And also to clarify, the problems with payment systems did not just happen to our company. This happens to many payment aggregators at the moment, because there is a very big international activity in this matter, and especially in CIS countries, the rules become stricter and stricter. And I would like to also answer one of the questions which said that Alexei Sukhodoev spoke about opening a brokerage company. in the spring of 2021. Tell us more about its functional activity. This is really a massive amount of tasks, which is currently being solved remotely by the Moscow office, and namely, Evgeniy Kudryšov. And yes, indeed, in spring, we will also have a massive task to organize all our work through this European brokerage company. And this will be, our agent will be a Cyprus licensed brokerage company, which will really sell the shares of GTI. GTI, that owns the property. That is, it creates a more perfect, even in international standards, a legal and financial scheme, better than even the RCG fund. So, we create even more perfect scheme, compliant with international standards in legal and financial matters, and it will be even better than RCG fund. And when this happens, the regulators from different countries will have no more credit. And when this happens, the regulators from different countries will have no more credit. or questions or issues with the project. Now, many partners say we sell shares when, in fact, we get convertible loans. So, in fact, by creating a brokerage company, in which its main function is that, depending on what a person will say, it doesn't affect our process. And it will be impossible to say it wrong, because, indeed, a brokerage company will sell a brokerage company, which, again, is the owner of GTI. Okay. Just a second. Okay. So, the main function of this brokerage company is, indeed, to provide this protection for us, that independently of the words said by any partner, there will be no influence on our processes. Because this brokerage company will, indeed, sell the shares of a shareholding company that owns the property of GTI. And this will be a brokerage company for us as the largest green tech venture fund, which is appointed to work throughout the world. And this will be the brokerage company for us as key investors globally. Skyworld community is actually mentioned like that on the unitsky.com in their about page. And, again, I would like to say, what I would like to say, what I would like to say, what I would like to do is that we, as SWC, are now moving in the logic of financial and social platform. That is, we are becoming an aggregator of services and the whole system. As to what Evgeny Kudryšov and the Moscow office are working on is to make Skyworld community follow the logic of a financially social platform that will become an aggregator of a range of services and systems. And we are ready to offer the financial world and to offer the financial community the products that have been developed and tried and tested within SWC. For example, we had a task within our company to optimize the financial world and to optimize the financial world. the expenses and commissions in crypto transfers. So, we created our own system for that. Please, do not confuse that with tokens. It's not tokens, it's the system, the service itself. And, according to one of the best market prices, we will be able to offer such services. At the end of February, at the beginning of March, there will be a own cryptocurrency payment system. And each partner can connect to the organization, company, or online store, or real store. So, we will be able to offer such services at market price and that would be available around the end of February, beginning of March. When we will have our own cryptocurrency payment system. And every partner will be able to involve an organization, a business, a virtual shop or a physical shop to use this system. И первым таким пользователем данной криптовалютной платежной системы стал сам SWC. Минимательно сейчас тратим на транзакции по криптовалютным операциям и, естественно, все сэкономлено, а оно идет на стройку, на финансирование технологией по той логике, которую закладывает сам генеральный конструктор, что все нужно максимально оптимизировать. И, естественно, в чем причина того, что это будет максимально популярно, в чем выгода для партнера, то, что каждый будет зарабатывать определенный процент от любого подключенного мерчанта, магазина, и будет зарабатывать от каждой его транзакции. В этом сила тех структур взаимосвязи, которые мы с вами сейчас выстраиваем внутри личного кабинета. То есть мы, как SWC, как руководство понимаем, что мало быть просто инвестиционная площадка, необходимо двигаться в сторону мультипродуктов, в сторону мультисервисов. И на это тратится много времени, чтобы создать для нас всех продукт уже в ближайшем будущем. И многие спрашивают про наш, допустим, внутренний чат. То есть некоторые компании действительно интересуются, можете ли вы подобный чат разработать для нас. На данной стадии такой амбиции нет абсолютно и желания ресурсы тратить нашего IT-отдела. Но представьте, насколько востребованы те продукты, которые мы создаем внутри себя. И это можно монетизировать в будущем. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сейчас не имеем таких ambitions или желания, чтобы уничтожить наши ИТ-ресурсы на это. Но я просто говорю вам, чтобы показать вам, как в высоком потребности наши продукты, которые мы создаваем внутренне, и чтобы мы можем монетизировать эти внутренне создавшие продукты и сервисы в будущем. И я могу сказать такую фразу. На следующих вебинарах я расскажу кое-что интересное на своих. Но мы действительно объединяемся и монетизируем. Мы можем сделать это с любым продуктом. Сейчас у нас и в будущем самый основной продукт, которого финансирование мы должны закрыть, это, естественно, продукт компании Unisky Stream Technologies торговой марки Skyway. I, of course, will speak more about it in my future webinars, but I will state it here, that we unite and monetize. And we can do that to any product. And, of course, both now and in the future, our main product is UST, which has the trademark of Skyway. И как только будет старт коммерческих проектов, как только будет закрыто финансирование, то, естественно, структуры, которые сейчас мы сформировали, в качестве лучшего социального капитала, который вообще компании могут только пожелать, будет работать нам на благо. И мы идем с вами не просто в сторону крупнейшего инвестиционного фонда, площадки. Мы идем в сторону агрегатора мультипродукта и создания, действительно, платформы для различных инвестиционных решений. И не исключено, что это будут как раз таки обилие тех изобретений, которые еще нужно монетизировать генеральному конструктору. Мы продолжаем являемся, не только созданием крупной инвестиционной компании. Но и созданием крупной инвестиционной компании, достаточно созданием крупного продукта, для различных инвестиционных продуктов. And I believe those investment solutions, which will most probably also be for monetization of other new inventions by Mr. Yunitsky. Ну и вот эту часть я закончу, то есть считайте, это выступал Евгений Кудряшов, он всегда мысленно с вами. И я перейду к такой важной части, как Лидогенерация. That's, I will end this part, which you can consider as a part told you by Евгений Кудряшов, who is always with you in his thoughts. And now I will move to my part of this presentation, which is lead generation. Вообще, если бы мы еще в 2018, ну эта идея у меня родилась, и в 2019 году не стали это готовить, то мы бы столкнулись с огромным падением в 2020 во время пандемии. I've got this idea in 2018, and then started to work on it in 2019. And if we didn't prepare for that, if we weren't prepared for that, then 2020, with all the pandemics, would be a major fall for us. And in our industry, we cannot move blindly. Especially when we finance a new venture direction, we have to work on strategies. And in 2020, we worked on that, and in 2021, we are going to use that. We will use this lead generation, this icebreaker. И в этой системе, естественно, я следую закону Паретто, то есть 20% усилий должны приносить 80% результата. То есть только 20 и даже меньше людей процентов будут работать в этой системе. Только самые лучшие, самые быстрые, самые активные, кто может выстроить удаленный распределенный отдел продаж. And of course, in this system, I use Pareto principle, that 20% of efforts have to bring 80% of results, which means that 20% of most successful, fast, active, and quick people have to work in this system, that are able to work on creating remote sale. В 2020 все было достаточно в таком для кого-то тестовом режиме, может быть, покажется расслабленным. Но в 2021 будет внедрена система отчетностей. Постепенно внутри личного кабинета мы будем выстраивать свою CRM-систему. И, естественно, все показатели, насколько окупается эта система, у кого она окупается, у кого нет, это будет у меня, как у координатора, на виду. Of course, for some of you, it might have seemed that the beta version, let's call it that, in 2020, was quite relaxed. But in 2021, we will, of course, introduce accountability. We will have our own CRM system in the back office. And we will see how profitable and cost-effective the system is. And I, as the administrator of the system, will definitely get all these data. Ну, еще раз кратко расскажу. То есть все люди, кто знает английский, французский, испанский, португальский, какие-либо редкие языки, например, бенгальский, суахили, могут работать через эту систему. С вами должны быть еще как минимум два человека, чтобы обрабатывать входящий поток, который мы для вас настраиваем в качестве новых потенциальных партнеров. Let me just briefly repeat information about this system. If you know different languages, for example, English, French, Spanish, Portuguese, or some rare languages like Bengali or Swahili, then you can work in this system. But you will have to have two more people with you in order to work on the inflow of leads that the system will generate for you. Я приведу пример по одной из африканских стран. То есть смотрят нас и оппоненты. Название я не буду говорить. Но фактически все провинции, все крупные города подчистую были охвачены. И работают в колл-центре более 25 людей сейчас. Все, кто работает в системе ледокол, получают приоритетный доступ до техподдержки. отдельные чаты, отдельная приоритетная коммуникация. Потому что мы знаем, что эти люди, как лед, прокалывают новый рынок в качестве ледокола в новых странах. Сейчас по ряду африканских стран в этом месяце мы даже закупали уже совместные с лидерами трафик. То есть это конкретная оплата на конкретных ресурсах. И показатели, сколько мы получим от этого людей, тоже примерно понятны, как и аудитория. Было все оттестировано, поэтому было принято решение софинансировать уже напополам. В этом месяце мы работали вместе с лидерами. В первом квартале, ну, самый максимум второй квартал, будут созданы на всех распространенных языках. Как быстро войти в эту систему? Пока что есть видео, которые я лично записывал, и коллеги уже на других языках, на которых я не говорю. Но это действительно быстрая система дублицирования для тех партнеров, которые умеют продвигать продукт той технологии, которую мы финансируем. В первом квартале, или в следующем втором квартале, там будет информация в всех языках о том, как в этом системе. Я лично записывал видео о том, что другие коллеги сделали в языках я не говорю. То есть, можем ли мы войти, например, в Южную Африку в существующих условиях, в пандемию? Естественно, мало кто полетит, но если есть лидеры, кто говорят на английском языке, либо на местных языках, то шаг за шагом можно выстроить серьезный объем на новую страну. For example, let's take South Africa. During the time of the pandemic, very few people would be able to fly there. But if a certain leader speaks English or some of the local languages, then step by step they can truly create a system, a structure in a new country. То есть, действительно, сидя дома, сидя у себя в офисе в своей стране, вы можете пользоваться IP-телефонией внутренней SWC и обрабатывать входящий поток, за который вы на сегодняшний день не платите, если мы говорим про Instagram и Facebook. То есть, подарок действительно от компании. И поэтому в Африке, например, нанимают даже людей с улицы на эти позиции. То есть, в вашем доме или в вашем офисе, вы можете работать с IP-телефонией внутренней SWC системе в том, чтобы работать на инфлое от людей, которые вы не платите. Это агентство от компании, на Инстаграм и Facebook. И, в самом деле, это так активно, что в Африке они сейчас пригласили людей, чтобы работать на это. Еще больше людей в этом году, к сожалению, потеряют работу. Кто-то потеряет инвестиции, потому что происходит просто хаос на фондовом рынке. Появляются даже группы, которые объединяются и роняют фондовый рынок, а крупные игроки просто наблюдают за падением своих активов. То есть, эта анархия появляется в неспокойные времена. В такие времена мы сейчас живем. Unfortunately, more and more people will lose their jobs and even their investments, because there is currently chaos in stock exchange, and there are some groups of people who actually unite in order to drop the stock exchange, and people with major assets are forced to watch their assets go down. It's anarchy of unsettled times, and we live in unsettled times right now. Но те люди, кто умеют общаться, умеют коммуницировать, знают иностранные языки, и которых вы можете обучить работать в нашем проекте, то есть не рассказывать даже о карьерном статусе в начале, а просто шаг за шагом начинать двигаться, они будут работать и сотрудничать с вами. Это касается дальнего зарубежья. То есть по Европе сейчас по-прежнему мы ищем возможности, но я вам обещаю, что рано или поздно я и команды, с которыми я взаимодействую, обязательно и по Европе мы все найдем. Но страна одна, допустим, Чили, если там начинает работать та или иная команда, она будет быстро занята, и вы просто можете упустить возможность. Так что это происходит в других странах, но мы сейчас находимся по-прежнему, мы сейчас находимся по-прежнему, и у нас есть возможность. И в конце или иной, мне и моего команды будут найти такие возможности, но даже сейчас, пока нет таких возможности в Европе, В ближайшее время обязательно появятся отзывы о системе Ледокол. И в 2021 я бы не рекомендовал долго думать, если вы хотите участвовать в этой стране. Потому что если 50 аккаунтов мы сделали, зарегистрировали в 2020, то в 2021 я планирую сделать уже, чтобы было 150 аккаунтов. В ближайшее время мы услышим опытины и рекомендуют о системе Ледокол. Но я бы не рекомендовал вам, чтобы долго думать об этом в 2021 году. Потому что страны будут приниматься. Если вы хотите в определенный стране, то думайте быстро. Потому что в 2020 мы регистрировали 50 таких аккаунтов в этом системе. И в 2021 я планирую регистрировать 150 аккаунтов. В окончании этой темы поставьте просто плюсики, кто хотел бы из дома открывать удаленно новую страну, получать поток бонусных вознаграждений от этого и развивать, и становиться уже удаленным куратором. Следите за новостями. Обязательно будут даны Google ссылки, и мы будем работать с новым потоком желающих людей. Сейчас я выстрел таким образом, чтобы мы максимально быстрее смогли запускать новые аккаунты. Практически. So, basically, following news, we are going to send Google links for those who want to join more. And now we have created the system in such a way that we can create accounts faster. Я вижу, что экран моргает. Наверное, отключена функция чата. Но очень много желающих, по всей видимости, и мы будем с каждым работать. Я хотел бы несколько слов сказать, что происходит в логике маркетинга, выстраивание глобальной PR-стратегии в компании UST, Unisky Stream Technologies. Well, the chat has been turned off, so I just see the screen flicking, so probably many people wanted to write something. And we will work with each and every one of those who are interested. But right now I would like to move to the topic of marketing and PR that you are on the UST side. Во-первых, появился очень мощный, профессиональный человек в конце 2019 года. И сейчас вы будете видеть, лицезреть, очень много публикаций в самых лучших изданиях вообще мировых. То есть это уровень CNN, это уровень подобных изданий. First of all, I would like to say that a powerful professional joined us in the end of 2019, so you can expect to see strong and many publications in the best outlets in the world, such as CNN and similar. There is constant cleansing work going on to clean all the negative information in order to improve the reputation of UST. And there is also constant work with those who would like to take interviews, etc. И все это направлено в первую очередь на лиц, принимающие решения в логике создания коммерческих проектов, только на эту категорию людей. Независимо это русский язык, английский язык, какой-либо другой язык. И у компании сейчас уже немало в обоими лидогенерациями, именно бизнес-лиды генерации проектов, которые находятся каждый на своем цикле продажи, в каждой своей категории. Первыми проектами компания будет заниматься самыми крупными, самыми выгодными и самыми стратегическими. Компания уже имеет многие бизнес-лиды генерации, и каждый из этих лидов находится в различных статях, в различных целях в бизнес-либе. И, конечно, первые первые проекты that the company will work on will be the biggest, the most profitable and the most strategic ones. Естественно, многие проекты и работа по ним находятся в стадии неразглашения конфиденциальной информации, NDA. И вы понимаете, что то, что действительно уже публично сказал Олег Зарецкий в интервью радиостанции, это уже очень явная информация, которую не скрыть абсолютно. И, конечно, многие проекты в стадии конфиденциальной информации, где есть НДА. Но мы уже слышали некоторую информацию в интервью мистера Зарецки на радио, это означает, что такая информация не может быть встать. И представьте, насколько действительно глубок айсберг, когда мы видим только вершину этого айсберга, это множество проектов, она наша с вами будущая капитализация. И с Украины задавали такие вопросы, когда планируется начало сертификации транспорта в Арабских Эмиратах и когда начнется строительство первых адресных проектов после окончания сертификации скоростного транспорта или городского. И у нас есть вопрос из Украины о том, когда будет сертификация в Америке и когда будет стартинг-проектов начать строительства после сертификации высокого уровня или сертификации сети-трак. Вообще, я хотел бы сказать, как и Олег Зарецкий сказал в своем интервью, что сейчас для сертификации все готово. И вообще, скоро первая трасса, первый подвижной состав в тропическом исполнении будет готов принять первых ВИП-пассажиров и уже перемещать. И что касается, например, проектов в Шарже, то все находится уже на стадии согласования плотного постоянного общения с отделом градостроительства и геодезии. Сейчас сертифицируется технология только по тем коммерческим проектам, которые готовятся к реализации и будут приносить прибыль. И это в том числе уже будущее строительство и будущая сертификация контейнерных перевозок. Right now, the certification is being done only for those commercial projects that are really planned for implementation and for profit and for construction, for example, of the container transport. То есть строительство адресных проектов связанное с применением городского транспорта произойдет после сертификации городского транспорта грузового после сертификации грузового транспорта. И если скоростной транспорт еще не сертифицирован, это никак не повлияет скорость исполнения первых проектов. So, the target projects will work after their relevant certification. So, if it's a target project for the city, then it will be constructed after the certification for the city. If it's a target project for the cargo, it will be constructed after the certification for the cargo. And if, for example, the high speed has not yet been certified, that will in no way influence the construction of the other projects, which would come first, for example. So, in conclusion, what I can say, based on the interview, I believe that the certification of transport in United Arab Emirates should happen this year and also then there would have to be prepayments for the target projects agreed upon. Естественно, это предположение тут наверняка это стопроцентное и не могу сказать, но многое говорит в эту сторону. Например, вот вопрос, повлияли ли события в Беларуси после президентских выборов на работу компании? Здесь могу сказать... So, naturally, that is only my supposition. I cannot guarantee that 100%, but really, many factors speak for it. And there was also a question, whether the events in Беларуси after presidential elections in any way impact the work of the company. Absolutely, I believe, they did not have affected. The situation with the pandemic was affected. Of course, there was a change of shareholders, some of the who stopped in that era. But the politics did not have affected, because the company passes audits, pays taxes, and is a company is not in the politics. Not for, not for. I would say there was no influence from that. There was, of course, influence from the pandemic, as we have had to change some vendors, because some of them stopped working because of that. But the politics themselves did not influence the work of the company, because the company goes through audits, the company pays taxes, and the company is outside of politics. It's neither for or against anything. And in the future, if there are some situations with people's this, in my opinion, affect the development of infrastructure projects, because the roads must always build, the transportation industry must always re-formatize and modernize and transport systems, regardless of politics. And just for future information, if there are any situations with public unrest, I don't believe they would influence the construction of infrastructure. We will always need roads to be built. We will always need to restructure, reform and modernize the transport system. The cargo systems will always be necessary. Итак, девятый вопрос. Когда заработают в полную силу блокчейн? Какие еще функции будут включены, кроме токенов? And the ninth question was when will the blockchain be fully operational? What other features will be included besides tokens? Сейчас компания двигается в направлении именно security токен offering. То есть utility применение откладывается логично, это абсолютно, на то время, когда адресные проекты уже в полной мере заработают и будет что применять в виде токенов в реально движущей подвижных ставах и грузоперевозках? So now the company is moving towards security токен offer, not utility. Utility is postponed, which is logical. It will be useful when the target projects are fully operational and the tokens can really be used in rolling stock and in cargo. With you with this initiative is in this business I mean STO and this is a cut not much and less in the system is investing on this in active intellectual and this is a platform for launching адресных проектов в том числе. Сейчас все идет по плану, по подготовке этой площадки и уже идет согласование между фондами, то есть на каких условиях фонды будут заходить, но то, что фонды будут заходить и то, что вот все структуры взаимосвязи, которые мы выстроили с вами, они будут работать, это да, это точно. Сейчас все идет по плану, платформа будет создана, есть договоры с другими фондами, которые будут заходить на эту платформу, условия будут заходить, но факт, что фонды будут заходить на эту платформу и структуры, которые мы создали, будут заходить для нас, это definitиво. Ну и то, что это будет создано на высшем, возможном на сегодняшний день юридическом уровне, это тоже точно, и именно для этого запускается вот эта модель финансирования для того, чтобы показать, что и как можно сделать в начале и далее масштабироваться. И, естественно, при соблюдении все эти модели финансирования для того, чтобы показать, что это может быть сделано в начале и далее масштабироваться. И, естественно, при соблюдении всех необходимых регуляций криптовалютных финансовых законов будет возможен выход на специальные биржи, на которые попадают СТО-токены. И это как раз-таки наш с вами ближайший путь на биржу. И, естественно, компания не отказывается. И, естественно, компания не отказывается. И, естественно, компания не отказывается от своих слов про Initial Public Offering, про IPO, и процесс к этому готовится. Для этого и происходят ежегодные аудиты, то есть это предоставление отчетности, предоставление финансовых результатов отрицательных либо положительных. В нашем случае это положительные для того, чтобы потом, учитывая эту информацию, предоставить необходимые другие сведения и выходить спокойно на IPO при запуске уже продукта. Мерселика. Конечно, компания не обратится на свои планы и слова про IPO. Против族 процессы про maneрирование в том, что это чётко иある моменты. Вот такой случайная квадрата, подобная акisuэнтаж. Ещё раз мы вам показали дополнительные финансовые результаты, позиции в нашем случае. И вся эта информация будет использована, плюс дополнительную информацию, чтобы вступить в IPO, когда продукт будет открыт. Следующий вопрос. Готова ли компания к строительству нескольких проектов? Я имею в виду наличие квалифицированных сотрудников в области строительства струнного транспорта. И следующая вопрос была, если компания готова к строительству нескольких проектов, это означает, что доступность квалифицированных сотрудников в строительстве струнного транспорта. Я думаю, что вообще одно из преимуществ компании, которую мы с вами финансируем, что здесь, в плане организации научно-производственной деятельности, сделано, наверное, в лучшем мировом формате. Я думаю, что одна из преимуществ компании, которую UNI финансирует, это в самом деле ее научно-производственная база, которая сделана в соответствии с лучшими глобальными стандарами. И, конечно же, применение таких платформ, как Dasault Systems, применение различных методик моделирования, применение и работы более 40 КБ, это говорит о том, что на самом деле происходит создание мощнейшего продукта и подготовка к масштабированию запуска одновременно нескольких адресных проектов. Не нескольких даже, а многих. Ну, я думаю, что использование таких систем, как Dasault System, и моделирование системы, и использование более 40 КБ, это означает, что мощное продукт будет приготовлено, продукт, который будет успешен, не только для многих, но и для многих таргетных проектов. И, соответственно, сейчас происходит систематизация и масштабирование уже отработанных бизнес-процессов. То есть это выстраивание логики корпорации на десятилетия. И в этой ситуации могут меняться специалисты, могут меняться даже топ-менеджеры, но главное, как это будет выстроено сначала и насколько быстро костяк, например, руководителей КБ, можно будет быстро ввести в курс дела. Сейчас все для этого делается, на мой взгляд. Я думаю, что это система построена в таком способе, что эксперты могут изменять, топ-менеджеры могут изменять. What is most importantly is how the system itself is built from the very beginning, how the design bureaus are made in such a way that you can change the personnel and easily make the new personnel know the know-how. And we can see the example of that during the pandemic that the company cut the people who were not as useful as others and at the same time increased efficiency. И следующий вопрос. Не кажется ли вам, что компания развивает слишком медленно, особенно в контексте конкуренции в виде BeamCar и SkyTrend, которые борются за контракты в Америке? The next question is, don't you think that the company is developing too slowly, especially in the context of competition in the form of BeamCar and SkyTrend, which are fighting for contracts in the United Arab Emirates? Здесь я вам четко скажу, что многие СМИ, которые писали про BeamCar, они сейчас корректируют информацию. Это можно отчетливо проследить. Например, даже тот же CNN, арабский, вступили в отдел пиар-маркетинга с ними, и они понимают, что информация была преподнесена недостоверным образом, не точно, и были неправомерно использованы видео, формы интеллектуальной собственности в виде визуализации. И если вы следите на массе медиа, на BeamCar, то вы должны увидеть, как они начали ретратить их информацию. Например, в Америке, CNN и их ПР и маркетинге, они получили, что информация, которые получили, была не точной, и видео, которые получили, визуализировали какие-то интеллектуальные права и так далее. И, естественно, отдел маркетинга и продвижения пиара Unisky Stream Technologies уважает и оценит работу всех журналистов, поэтому со всеми происходит абсолютно живой и здравомыслящий диалог, и все решается очень просто и быстро. Нужно просто решать. Должен был появиться человек, который отвечает за это направление, и, как я и говорил, он в 2019 появился. Как и в ПР и маркетинге в УСТ, он очень респектно всех журналистов и ценит их. Поэтому он проводит живой и слабый диалог с ними, и все эти события решены в быстром способе. Все, что мы хотели, было профессионального человека, чтобы проводить все эти события. И, как я уже говорила, такой человек нас в конце 2019 года. И если говорить про SkyTrend, BeamCar, тем более в Арабских Эмиратах, то я бы хотел здесь привести сравнение, цитату Олега Зарецкого. То есть он сказал Hyperloop, ну, когда он еще будет-то? And if we speak about SkyTrend and BeamCar in UAE, I would like here to quote Mr. Зарецкий, when he said, Hyperloop, when will it be? То есть это показывает действительно уверенность в том, что мы с вами финансируем технологию, которая опережает многие подобные технологии в логике транспорта над землей. Which shows confidence that the technology that we finance goes ahead of many other aerial technologies. Ну и крайний вопрос, который я освещу, остальное освещают мои коллеги. Собираетесь ли вы предложить нам обратный выкуп акций перед их публичным размещением на бирже? Колумбия спрашивает. And the last question that I would like to answer, the rest of them my colleagues will answer, and the question is following. Are you going to offer us to buy back shares before going public on the exchange? It's the question from Колумбия. Конечно, как только поступят предоплаты либо прибыль серьезная, крупная в UST, то с удовольствием компания будет выполнять свои обязательства по обратному выкупу. Но только таким образом никто не будет делать обратный выкуп за счет приходящих инвестиций в технологию, в саму. Of course, as soon as prepayments come or some major profit comes, the UST company will be glad to buy back the parts. But it will happen only this way. Definitely, the UST will not buy the parts back using the investments into technology. You should understand that these target projects will not cost mere tens of millions of dollars, which means that payments and prepayments will also be massive. Поэтому я думаю, что обратный выкуп, конечно же, будет новые обратные выкупы. So I believe there will definitely be new buybacks. And so thank you for your attention and I could really feel the power and the unity of our community, even virtually. And now I would like to give the floor to my colleagues, members of the board, my friends, whom we have not seen in real time for a long time also. Thank you, Alexei, for such detailed answers to the questions and for the information we received from you. We will definitely go back to other members of the board because we still have unanswered questions. But now, as we previously announced, we will have a very, very short break, seven or eight minutes, when you will be able to see the video from our development center in Sharjah. Let's meet in eight minutes. Как дела обстоят в Ближневосточном регионе, нам расскажет исполнительный директор компании Skyway, Олег Зарецкий. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Я Олег Зарецкий, я исполнительный директор компании Skyway GreenTech. И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома центра сертификации и тестирования Skyway. Весь центр сертификации и тестирования перед вами. Вы можете видеть завершенную первую линию, установленные промежуточные опоры второй линии, работы, которые ведутся по совершению инфраструктуры. Дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и протестированы уже. И что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии, которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи. И высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шарджи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта. Потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. Мы сейчас находимся на первой анклерной опоре первой линии. Здесь все закончено, произведена покраска снаружи. Внутри вы видите элементы анклерной опоры. Здесь все закончено. И в принципе все готово к процедуре тестирования и сертификации Skyway транспорта. Это Unicar. Он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе четыре мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротермосов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Unicar – это транспортное средство Skyway, которое будет двигаться на первой линии. Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда. Промежуточные опоры и далее вторая анкерная опора, куда мы сейчас и проследуем. Мы находимся на второй анкерной опоре первой линии. И эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway. Можно увидеть высокую платформу для Unicar, низкую платформу для Minimus. И в целом данная амперная опора тоже готова к процедуре сертификации и тестирования. Что не очень важно, потому что элементы транспортной системы, включая также и оборудование станций, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. Вторая линия трассы длиной 2 километра. Мы сейчас находимся на строительстве четвертой линии, которая пойдет в этом направлении. Если вы видите, там в отдалении идут работы экскаваторные по фундаменту анкерной опоры четвертой линии. И здесь по этой линии идут работы по строительству восьми промежуточных опор. Соответственно, для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний Skyway, которые гарантируют строительство и завершение четвертой линии в установленной сертифике. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей. Уважаемые инвесторы и партнеры, мы продолжаем. И вторую часть нашей сегодняшней встречи открывает Владимир Маслов. Прошу включить микрофоны и переводчику, и Владимиру Маслову. Владимир Маркович. Так, добрый вечер, дорогие коллеги. Добрый вечер от меня, уважаемый переводчик. Я заранее поблагодарю вас за работу и перейдем к делу. Я, конечно, благодарю всех своих предшествующих коллег, которые выступили, Франтишка Соллера, Алексея Суходоева. Я хочу, first of all, thank all my colleagues that spoke before me, Франтишек Соллер и Алексей Суходоев. Они ответили на целый ряд вопросов, остались некоторые совсем не отвеченные. Я позволю некоторые из отвеченных прокомментировать. They have answered the whole range of questions. There are still some questions unanswered, and I would like to also add comments to some of those that were answered. Поскольку очень много поступило и основательных вопросов, то я на следующем вебинаре на своем на некоторых важных вопросах остановлюсь еще дополнительно. As we have received many fundamental questions in my next webinar, I will dwell more in detail on such fundamental questions. Итак, скажем, поскольку времени и так уже много прошло, от меня не будет основательного выступления, я просто пройду сейчас по вопросам с некоторыми комментариями. As we have already spent a long time here, I will not do any presentation on my part. I will go straight for questions. Я прошу организатора включить мне доступ к демонстрации экрана. And I would like to ask the hosts to give me permission to share my screen. It's done. Thank you. Can you see my screen? Вопрос был, 49 акций это примерно 20 миллиардов долларов, почему арабы не выкупят эти акции? There was a question. 49% of the shares is about 20 billion dollars. Why wouldn't the Arabs buy these shares? Во-первых, они не продаются. First of all, they are not for sale. И это не рационально делать. And that would not be a rational step. Проект уйдет из наших рук. Then we will let the project go out of our hands. И мы не знаем, чем он закончится. And we do not know how this will end. Сейчас дело идет, и мы вообще связаны с вами не о каких-то там 49% акций, а Евразин Рейлс Кави Системс Холдинг 3. И это здесь указано, сколько акций. And we speak here not about 39% of shares. We speak about ER-ССХ 3. And you see the numbers on the screen, how many shares there are. Это где-то около 38, по-моему, или 30, что-то около этого процента. It's about 38% or something around that. Причем, скажем так, это количество минус одна акция. И разделенная напополам, это 68 миллиардов акций. Ну, 69 миллиардов акций. Мы находимся на каком этапе? Мы находимся на этапе на 14-м. И это примерно не 20 миллиардов, а это всего лишь 700 миллионов долларов. И я здесь позволю себе показать еще такой слайд, где 14 этап. Вы видите, что такое 14 этап. Я его сейчас прокомментирую. Это по финансовому плану финансирования проекта полтора миллиарда акций. Залоговых выставлено. So, according to the project investment plan, these are 1.5 billion parts of this collateral loan. И предположение планируется получить инвестиции или планировалось в 2014 году получить 25 миллионов инвестиций. And the plan was in 2014 to receive for these parts 25 миллионов dollars in investments. And the plan was to have discounts between 1 to 25 and 1 to 50. And if we want to know the cost of this convertible loan part or collateral part, then you can see it here. It's 36 thousandths of a dollar. Да. Вот это надо всегда учитывать. И поэтому я еще хочу обратить ваше внимание на то, что такое 14 этап. We have to take all of that into account. Therefore, I would like to draw your attention to what a 14th stage is. Все познается в сравнении. Пятый этап – это было приобретение или, скажем так, записывание в свой портфель 1 миллиона 200 акций. Мне обошлось или любому из нас обошлось в 2 тысячи долларов. So, and we can see it best by comparison. If we speak about stage 5, then in order to have in your account 1 миллион 200 thousand parts, you or I or whoever was at that stage would have to pay 2 тысяч dollars. Сегодня это стоит или не стоит, а правильно сказать так. Мне и любому из нас надо проинвестировать почти 30 тысяч долларов. Today, I wouldn't say it costs, I would say we have to invest around 30 thousand dollars. Следующий вопрос – сколько стоит одна доля на данный момент? Вот я ответил, сколько она стоит и прокомментировал то, что сказал Франтишек Солар. Десятый вопрос – когда можно будет оформлять дарение? Только тогда, когда начнется возможность отчуждения акций. Только тогда, когда начнется возможность отчуждения акций. Потому что сегодня мы этого не можем делать. Это сможем сделать тогда, когда выйдем на биржу. Или будет принято какое-либо иное решение, что акции можно продавать. Today we cannot do that. We will be able to do that when we are on stock exchange. Or when there is some other solution or decision made in this respect. For now, it is impossible. О других возможностях сегодня не имеет смысла говорить. Самая единственная законная возможность – это выход на биржу. Today, there is no sense in discussing other options, because the only legal, real legal option is when we are on stock exchange. И тогда можно будет дарить. Then you can give the shares. Сегодня только можно говорить о наследовании и учитывать в наследстве некие действия по распоряжению в будущем этими акциями. Today, we can only speak about inheritance and about mentioning in the Testament some ways of disposing certain rights for these parts. I will give just a small comment on the question already answered by Franciszek and by Alexei. The question being, when will the shares go public? Well, there were many other questions related to this question. So, there is a thing we have to really understand. Несколько лет назад я на вебинарах говорил, что это длительный или это непростой процесс вывода акций на биржу. Но внутри компании обычно объявляют, что вот с такого-то числа, с 1 апреля, с 1 мая, с 31 какого-то другого месяца компания начинает компанию по подготовке к выходу на биржу. Но, дорогие друзья, у меня к вам две хороших новости. But I have two good news for you, friends. Мы уже готовимся к этому. We are already getting ready for that. Все, что мы делаем, все те, скажем, 50% теоретические акции, которые в залог выдаются, минус одна акция, это уже процесс подготовки к бирже, выходу на биржу. И много-много действий, о которых уже сегодня Алексей Суходович говорил, это тоже маркеры процесса движения в сторону IPO, подготовки IPO. And many other things that Алексей Сукодович has mentioned today could be considered as markers of the process of preparation for IPO. Для меня очень важным маркером, кроме того, я добавлю еще туда, о чем было сказано, является следующее. I would like to add one additional marker that is very important for me. Что компания Unitsky String Technology Incorporated, она открыла несколько направлений или отделов, которые занимаются маркетингом отдельно проектов и отдельно, скажем, имиджем. Это целое направление работы, которое ведется. This marker for me is that the company, the UST, has opened several special departments specifically for marketing and specifically for image. Следующее. Я прокомментирую еще сколько времени потребуется на строительство одного километра трассы, например, в городе. Next, I would like to comment the question on how long will it take to build a one-kilometer-long track, for example, in a city. Это абсолютно разные вещи. Будем ли мы строить по этому пути или по этой трассе, или по этой трассе? А или Б? There are so many different parameters, per se, if we choose to build in this direction or in that direction, use this track or that track. И там, и там по строительству надо сделать одни и те же работы и в А, и в Б, по трассе А и по трассе Б. If we have two routes, per se, route A and route B, the same construction works will have to be done in both of them. Но если предпроектные исследования покажут, что по трассе Б надо перестроить подземные коммуникации, ибо она проходит, там надо ставить опоры, надо относить в сторону коммуникации и так далее, то это будет значительно длительный, потребует значительно больше времени, чем вариант А. If, for example, in the pre-project stage, we identify that in the route B there are certain utilities and communications that will have to be moved in order to build the platforms and to build the track, then the B route will take much longer than the A route. И второе, что будет влиять на время строительства, это, во-первых, то, какой тип путевой структуры мы будем строить или надо строить по этому проекту. And another thing, the second influence on the time of the construction is the type of the track we choose for a certain project. Какая ее мощность и так далее. То есть это такие важные моменты. Power and so on. All of that is very important. Значит, что я прокомментирую к 18 вопросу, готовы ли компании к строительству нескольких проектов и так далее. What I would like to comment on the question 18, is the company ready for the construction of several projects and so on. Алексей прокомментировал, что да, очень много подготовлено. Более тысячи конструкторов, почти тысячи уже сегодня работают в этом направлении. Алексей has already given his comment on that, that already almost a thousand designers are working on that. Но для того, чтобы строить много проектов, надо еще управляющих проектами. Нужны еще специалисты, которые будут наладкой заниматься. But in order to build many projects, you don't only need that, you will need project managers, you will need specific people that will tune everything up. И в этом направлении делается... Компания занимается очень серьезно этим. And the company is working really seriously on that. Скоро мы услышим о подготовке, отдельной подготовке высших учебных заведениях специалистов для наших компаний, для нашего всемирного консорциума, который мы строим, в принципе. We will soon hear about the preparation of experts within the system of higher education, specifically for our work, for the work of, let's call it, our global consortium is what we are doing. 20-й вопрос. Не думаете ли вы, что компания владеет слишком большим количеством акций, большим, чем кто-либо в мире и так далее, и планируете ли вы сокращать их в общее количество в будущем? Question number 20. Do you think the company owns too many shares, more than anyone else in the world, and do you plan to reduce the total in the future? On one hand, I would say this is a very interesting question. Why would you reduce their number? There is no need to do that. The market will take it on and will correct and modify anything that needs to be modified. And since the process has started, we cannot change the number of shares. We can only do some other processes of exchange, for example, or something like that. Yeah, in some way you can do something back to the market, but you need to have money. Well, certainly something can be done through buyback, but for that you need to have money. The next question is what are the prices of the IPO and will Skyway be able to afford it? Well, not just able to afford it, it will have to do that. And when we do the IPO, we will know the cost of it. Well, the most expensive measures during the IPO would be due diligence, the research of the company that is doing the IPO. And then there is a whole range of different events, marketing events, roadshows, so to say. The next question about the audit, well, let's first identify which company was audited, it's Unitsky String Technologies. проводил этот audit B-D-O-L-L-C. And the audit was conducted by B-D-O-L-L-C. Это белорусская компания, it's a белоруссian company, имеющая лицензию, международную корпоратив. And what's important, why exactly this company is being audited, the Unitsky String Technologies Corporation? Because most material resources or let's call it capitalization have been during the years concentrated in this company. Следующая. Next. Денис, это дополнительно был вопрос на вебинар. Я его сейчас зачитаю. Как будут исчисляться налоги из дивидендов или это особый режим? Обычно в России это 13%. И налоговую декларацию придет заполнять самому или компания специально в России этим будет заниматься официально признанной сама? This is an additional question given to me during the webinar. Let me read it out. How will the taxes on dividends be calculated or will it be some special regime? Especially usually in Russia these taxes are 13% so will each one individually have to fill out their tax declaration or will there be a special company in Russia officially recognized that will do that? Скажу следующее, что обычно скажем так как выплачиваются дивиденды? So let me first say how are dividends usually paid? Компания которая оплачивает дивиденды в данном случае Eurasian Rail Skyway Systems Holding The company that is paying the dividends in this case is Eurasian Rail Skyway Systems Holding Она является зарегистрирована в British Virginia Islands The company is registered in British Virginian Islands И на момент выплаты дивиденды какой там будет процент налогов они будут сняты там So at the moment of the payment of the dividends the taxes that are at that moment stipulated there will be deducted И если это будет меньше 13 процентов то вам в России придется доплатить вот эту разницу Если там ноль будет то вам надо будет 13 процентов в России заплатить Причем это надо делать по результатам года в котором мы получили когда вы делаете свой отчет о доходах на следующий год И каждый акционер имеющий акции получающиеся дивиденды обязан этим заниматься сам а не какая другая компания Таким образом если вы резидент в Бритиш Вирджинии Алленс или острову Британской Вирджинии находитесь в этом государстве то вам тогда ничего не надо платить ибо компания уже сняла все что там она сняла и вы свободны от оплаты дивидендов Я сегодня не знаю и не могу вам сказать что консультанты которые будут осуществлять вывод на IPO посоветуют Евразия на момент вывода компании на биржу Возможно ее резидентство будет в другой стране выгоднее делать Следующее человек писал в чате я успел посмотреть пока коллеги выступали The next question I saw in the chat while my colleagues were speaking У этого человека у меня 12 тысяч обменено токенов или вернее значит да у него 12 тысяч он получил уже как бы токенов когда их можно будет продать и он задает вопрос с июля 21 года можно уже будет So this person says that he already has 12 thousand tokens and the question is when will he be able to sell them will he be able to sell them starting with july 2021 Well if you were paying attention to what you are allowed to do already starting with the previous july you were actually allowed to sell 8.33% monthly until the july of 2021 these were the white paper conditions the other question is whether you have those who want to purchase these and what would these buyers agree to pay you that's the question next then there was a discussion whether there will be dividends paid this year even from the profit from prepayments they would have to be 20% and it very important to pay dividends people asked to get income and there is income and people answered each other in the chat room and people said in order to pay dividends we have to have profit do we already have profit well first and foremost we haven't had profit yet that that kind of profit that would be possible to pay in dividends and it's very important well I already said that in my webinars that the projects are being worked upon and as soon as there is profit that can be distributed in dividends this year or the next or the other year the dividends will be paid but it's only from profit from the realization of the project is there a strategy for the company's IPO is there a strategy for the well I would say that the main structure of this strategy is already in existence and it is being complemented all the time You can see the first version of that strategy even in the business plan of the project Well here I would end my answers to the questions I would like just to give some comments about the linear cities or settlements My colleague has already commented on this topic I would just like to give some further explanations so that you would understand correctly Linear cities will exist they will be built for two main reasons the first one is very important but it's further in the future it's when the high speed tracks will be built between cities no 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 close to city will start building close to the territory more near close to 100 kilometers Так называемые городские линии соединения, коммуникации, привлечения и движения людей в город. И так как Анатолий Юницкий говорит, что фактически спутники города больших ныне уже образовались, которые в ближайшем времени превратятся именно в линейные города. Таким образом, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание, благодарю переводчика и передаю слово дальше. Спасибо, до встречи. Благодарю Владимира. Очень все сжато, оперативно, очень хорошо. Так, ну, мы уже почти три часа, но у нас еще есть важная, очень полезная для вас информация, поэтому делаем глубокий вдох, выдох и готовимся еще получить немножко ответов на вопросы. И сейчас передаю слово Ирине Волковой. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Ирина Волкова. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры. Мы действительно уже достаточно промежуток времени поработали. И я постараюсь в заключительной части практически тезисно ответить на ряд вопросов, которые нас связывают по вашим вопросам. Я благодарю своих коллег за очень подробные ответы. И хотела бы немного резюмировать одной фразой, которая сейчас важна нам всем понимать именно как партнерам. I would like to thank my colleagues for detailed answers. What I would like to do is summarize all of that with some short phrases that are very important for us as partners to understand. Вы видели это в ролике, вы знаете это по последним новостям. И также мои коллеги подтвердили вам то, что самые прибыльные проекты на данном этапе уже находятся на разных этапах согласования. И это очень важно. You have seen that in the video, you have read that in the news, you have heard that from my colleagues. And I would like to just repeat it, that the most important and profitable projects are currently in different stages of confirmation and agreement. So what I would like to do in my part of this event is to shift your focus from being the observers, from being the investors who ask questions, to understanding that we are partners, that we are responsible for the implementation of our project. Поэтому на вопрос, на объединенный вопрос, который вы задаете, что нас ожидает в этом году, мне хотелось бы ответить именно то, что мы сами заработаем. So to summarize many of the questions you asked, what expects us this year? So what I would like to say to that is whatever we deserve, whatever we earn. Of course, we would really love to be able to complete the financing of the 15th stage this year. But for that, we have to work a lot. So as we promised to you in the end of last year, this year, we have serious plans of facilitating your work with additional tools. And I would like to speak about some of these tools. Алексей Суходоев говорил сегодня уже о прекрасном инструменте, который показал реально практически очень хорошие результаты. Алексей Суходоев has already spoken today about a wonderful tool that has shown practical results. Нам важно, чтобы все те люди, которые приходят по этой прекрасной системе, попадали в нашу систему, систему дупликации, систему возможности сотрудничать в группах и развивать свои регионы. И я хотела бы рассказать вам и напомнить еще также о инструментах, которые мы вводим буквально с этого года, которые также могут помогать вам увеличивать ваши собственные доходы. And I would like to tell you and remind you of some other tools that we are introducing this year in order to help you increase your income. Итак, с этого года у нас появляется очень хорошая возможность предложить вам стать наставником, если вы имеете достаточный опыт сотрудничества для других людей в новых регионах. So, starting this year, we offer you the opportunity to become a mentor, if you have such skills and abilities of cooperation, to become a mentor to train leaders in new territories. Конечно, мы предлагаем это не всем подряд, а только нашим лидерам, которые уже сотрудничают и имеют статус мастер. Of course, we don't offer that just to anybody. We offer that to leaders who truly cooperate with us and who at least have the status of master. И за это наши наставники, которые будут сотрудничать в новых регионах, будут иметь дополнительный бонус на протяжении шести месяцев. And for this, our mentors, who will mentor people in new regions, will have an additional bonus for six months. And starting with February, first, you can actually develop and send your proposed plan of work. And what I would like to ask you to do, to either write down or take a screenshot of the email you see on the screen. That is the email that you should send that plan of work to. Конечно, мы готовы помочь вам, предоставить вам все необходимые материалы, даже помочь на первых этапах. Но, пожалуйста, заявите об этом. И эта вакансия сейчас открыта. And, of course, we are ready to help you with all the necessary materials and even help you with initial work. But for that, you have to at least apply. This vacancy is now open. Следующая возможность, которую сейчас мы располагаем, и следующая возможность для вас. Вы также можете быть международным спикером. И для этого у нас есть все обучающие материалы. И вы также можете написать нам на ту же самую почту, по которой мы выйдем с вами на связь. Also, we offer another opportunity as a bonus for people who will be international speakers. And we also have all the information to help you become that speaker, but you should also apply to the same email in order to say that you want to become one. I would like to also note here that not just everyone or anybody can become a regional speaker. you will have to go through training in order to confirm your qualification of a regional speaker. И для этого вы можете обратиться к своему региональному куратору, если в вашем регионе он есть, или обратиться к нам напрямую по предыдущей mail-почте, которая только что вам показывала. Так как мы перешли в онлайн поле сотрудничества, для нас, коллеги, это очень важно, чтобы мы говорили о своем проекте практически на каждом языке, в каждом городе, в каждой стране, чтобы вся информация, которая сейчас будет поступать, я думаю, просто лавиной, передавалась очень корректно и очень точно нашими спикерами. As we are currently mostly working online, it is so important, dear colleagues, that we speak about our project in every language, in every city and every country, and so that all the information that comes like an avalanche, a massive amount of information, so that it all would be presented precisely and correctly. Сегодня Алексей Суходоев также говорил об этом, что у нас сейчас, ну, просто наистрожайшие требования, коллеги. Мы не имеем права ни на одну ошибку. Мы все находимся в онлайн поле, и поэтому требования сейчас очень конкретные. Поэтому, коллеги, никому, ни нам, ни вам, не просто нашим инвесторам, ну, просто не разрешено сейчас подавать некорректную информацию, и за это, если это будет доказанный факт, просто будут закрываться кабинеты. Поэтому давайте договоримся в начале года, что мы будем работать очень слаженно и очень аккуратно. So, let's, in the very beginning of this year, agree that we will work really precisely and in a really unified manner. Что еще важно для наших партнеров? Буквально со следующего месяца, с первого февраля, по 21 февраля, у нас открывается новая промо-акция. По вашим многочисленным просьбам, можно сказать, что эта акция продолжается, но у нас не будет ограничений на количество покупок, предложений с дисконтом 1 к 100, на пакеты 5 тысяч и с получением одной голограммы. We could say that it is done by popular request, by popular demand. We are actually kind of continuing an existing campaign, but there will be no limit on the number of purchases for the offers with the discount of 1 to 100, for the packets of 5,000, and you can receive one hologram. From the 1st of March, we will have another promotion, and you should understand that throughout this year we are going to have a whole wave of promotions in order to facilitate your active work. And, dear colleagues, I spoke to one employer several days ago, and he basically shrugged his shoulders, saying that he can't offer anything to his employees because his business has basically stopped. So I am really proud that this year we are able to offer our partners different opportunities, different campaigns to help with their motivation, and we basically promote all our business all over the world. And this year we have a wonderful plan for cooperation, for work, and we have provided you and will provide you with all the tools you need in order to strengthen, unite, and increase your structures. И эта работа, этот труд очень хорошо оплачивался. And for this work to be really paid well. Вы знаете, что у нас очень хорошая партнерская программа, за которую вы получаете хороший бонус. У нас есть прекрасная система ледокол, благодаря которой вы можете расширять свои структуры. We have a wonderful icebreaker system, thanks to which you can enlarge your structures and thus have a bigger bonus. Вы можете быть региональным куратором и тоже получать дополнительный бонус за эту работу. Вы можете быть региональным спикером и также это оплачиваемый бонус за вашу дополнительную работу. Вы можете быть наставником для новых кураторов, и это также дополнительный бонус. И то, что я вам особенно советую, это то, чтобы быть активным участником всех промо-акций, которые мы сейчас будем запускать. И это практически семь дополнительных бонусов, которые вы можете иметь. Мне не хотелось бы сейчас очень много тратить время на то, чтобы рассказывать о этих предложениях, которые будут. В ближайшие дни вы увидите это в описаниях. I would not like to spend much time to dwell on the future offers. In the nearest days you will see the descriptions in your back offices. Мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. But I would like to dwell on another question. что буквально также в ближайшую неделю в нашем личном кабинете появится возможность для всех наших партнеров, которые достигли определенного статуса. I would like to say that in the nearest week, in your back office, you will see the opportunity for all the partners that have achieved a certain status. в нашем личном кабинете заказать значок этого статуса. You can order the pin of this status in your back office. И наши коллеги, наши подразделения тогда позаботятся о том, чтобы отправить вам лично, персонально этот значок и аттестат. And then our relevant departments will mail this pin and its certificate personally to you. Поэтому, коллеги, с 1 февраля, как мы уже говорили на рабочей встрече, мы активно включаемся в действие, в работу. So, as we have already discussed it during our working meeting, from February 1st, we start active work. И очень надеемся, что мы будем работать очень слаженно. And we do hope that we will work in great cohesion. Потому что у нас есть все абсолютно для этого инструменты и достаточно будет мотивации, поверьте, для того, чтобы двигаться очень успешно. Because we have all the necessary tools for that and believe me, there will be sufficient motivation to move forward. Ну, если можно сказать тезисно, я постаралась очень быстро уложиться по этим пунктам. Еще раз хочу поблагодарить всех коллег, всех наших инвесторов-партнеров за сегодняшнюю встречу. Такую серию встреч, ответы на вопросы мы будем продолжать, конечно же. И все ваши вопросы, которые вы присылаете нам, и сейчас мы откроем чат, вы можете написать эти вопросы. Мы обязательно тезисно ответим. So, I tried my best to be really brief. And I would like to once again thank all my colleagues, all investors and all partners for this meeting. And we will, of course, continue with meetings, with questions and answers. And all the questions that you sent to us, we will answer. And right now, we will also open the chat room for you to be able to write your questions. Еще один вопрос, который тоже можно считать объединенным. Очень многие спрашивают, что нас ожидает, как на нас влияет ограничение, связанное с общей пандемией и так далее. Коллеги, я могу вам точно сказать, но на нас это не влияет. Наш род деятельности складывается таким образом, что мы можем работать и сотрудничать онлайн. И, как говорили мои коллеги также, что мы находимся над всей системой. Мы находимся на втором уровне. И мы, все наше сообщество Skyway сотрудничает в новом направлении, которое развивается достаточно успешно. Поэтому мы двигаемся, ничего нас не может тормозить. И призываю вас просто вот с первого февраля уже активно включаться во все промо-акции и все будет хорошо. Well, I have received this, let's say, common question from everybody, like, what are we to expect? How will all the COVID limitations influence us? I would say they will not influence us because our kind of activity, our business can be successfully done online. and as my colleagues said, we are above the system. We are on the second level and all our community cooperates in a new successful direction and nothing will be able to stop our motion forward. Nothing will hinder us. So let me say it again, from February 1st, just become active, move forward and everything will be well. and I точно know, that this year will be very powerful, very fast, and constantly change. And буквально from 1 February we will already have a lot of plans. I think you will get in the next time a lot of new news. Be on this journey with us and everything will very well. I thank you Irina, I thank you Irina, I thank you Artem and everyone who organized this meeting. And of course all of you, our dear partners, investors. We are all in contact, we are here for you. We help each other. All good. Thank you. And I would like to say that the next year will be powerful. It will be quick. It will be quickly changing so from the first of February please just go on move forward and you will receive many help many promotions that will help you and you will receive all the updates so please stay on this wave serve it and everything will be well. And I would like to thank Irina and Irisha and Artyom and everybody else who organized this meeting and of course I would like to thank all of you our partners and investors let's stay in touch and I wish you all the best. thank thank you So, I would like once again to thank all the members of the board, all the participants who have been with us for more than three hours, listening to all the answers, listening to all the plans and strategies for 2021. And I would like to thank everyone who worked on the event, our constant interpreter, Irina, and, of course, our administrator, Artyom. Thank you all very much. I believe that the answers you received, the strategy and plans you have heard have inspired you for more active participation and work for this project. All the questions that were received during the period that the chat was closed, the questions that were sent to the administrator were already given to the board and part of those questions were already privately answered. Thank you again. The recording is made and it will be made in the chat and in the personal office. So, those who were not able to participate in the meeting today, will watch this recording. Thank you very much. And I would like to tell you that this meeting has been recorded and it will be posted in the chat rooms, in the back office. And anyone who wasn't present during the full meeting or wasn't present at all, will be able to view the recorded version. Thank you and see you again. Thank you. Продолжение следует...